Всем привет! И с вами снова я, Полина. В этом видео я в первую очередь хочу вас всех поздравить с прошедшим 8 марта. И, конечно же, хочу поздравить с наступлением Масленицы. Впереди целая неделя красивых, круглых, солнечных блинчиков. Давайте замечательно, доброжелательно, весело встретим весну и впустим ее в нашу жизнь. И, конечно же, в связи со всеми этими приятными событиями я решила, что необходимо. Я просто обязана объявить очередной конкурс. Но прежде чем объявить конкурс, конечно же, мы должны решить, вернее, я должна решить, не буду перекидывать свою обязанность на вас, кто же получит эти две замечательные щетки из натуральной щетины, которые я привезла из Америки. И в очередной раз, вернувшись к комментариям под видео с подарками с моего дня рождения, я в который раз была приятно удивлена тем, какие же вы все чуткие, замечательные, добрые, доброжелательные люди. Я до сих пор получаю поздравления с днем рождения, и мне безумно приятно. Вы вновь и вновь возвращаете меня в ту атмосферу праздника, подарков, веселья и улыбок. Спасибо вам за это. Спасибо за каждый комментарий, за каждое ваше доброе слово, за каждое пожелание. Мне было очень приятно, и до сих пор очень приятно читать все ваши комментарии, принимать ваши поздравления. И спасибо вам в который раз. Спасибо, 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 спасибо. И, конечно же, то, как вы оставляете комментарии, то, какие комментарии вы оставляете, какую теплоту, какую доброжелательность вы вкладываете в свои пожелания, в свои комментарии, вы в очередной раз ставите меня в абсолютно затруднительную ситуацию. И мне очень сложно выбрать, было, какой-то один комментарий из всех, из этих миллионов комментариев. Я не знаю, сколько их здесь, не считала, я не смотрела цифру, но из этих миллионов комментариев мне было очень сложно выбрать какой-то один, потому что все они настолько приятные, настолько добрые, настолько разнообразные, веселые, задорные, добрые, просто теплые. Видно, что человек старается пожелать мне что-то приятное, потому что у меня дни рождения. Спасибо вам за ваше внимание. И все же, моим волшебным методом прокручивания страницы, она пускается, останавливается на каком-то определенном моменте, я тыкаю пальцем в экран с закрытыми глазами, мой выбор пал на Васильченко Кейт. И эти две щетки из натуральной щетины Бесс, которые я приобрела в продуктовом магазине Home Foods в Америке, отправляются к Васильченко Кейт. Напиши мне в личку свой адрес и полное имя, фамилию, отчество, свой адрес, индекс не забудь вставить, и я отправлю тебе твой подарочек. С прошедшим 8 марта тебя, с маслицей, с наступлением, и надеюсь, тебе понравятся твои новые щетки. Мне моя щетка от Бесс, которую я приобрела в Whole Foods, очень нравится, я ей пользуюсь уже, наверное, более двух лет, и я ей очень-очень довольна. И раз уж мы вернулись к теме подарков к дню рождения, то я просто обязана вспомнить про один подарок, о котором я вам еще не рассказала. Но очень хотела и хочу рассказать. Поэтому в конце видео вы узнаете, что же мне подарила Нина Нон Симпл. Это был один из чудеснейших подарков в моей жизни. Мне было очень приятно получить его, и вы поймете почему, когда увидите этот подарок. Нина, спасибо тебе большое за такой чудесный подарок. Я до сих пор периодически возвращаюсь к этому видео, и оно дарит мне уйму приятных и позитивных эмоций. А сейчас вернемся к теме конкурса. Что же я хочу подарить моим двум победителям в этом конкурсе? И это будет квартет из шампуня, кондиционера, геля для душа и лосьона от Эспо. И крем ИФ, который мне так нравится, и о котором вы меня спрашивали после моего видео ухода за лицом по утрам. Итак, что же вы должны сделать, чтобы принять участие в конкурсе и стать его победителем? Победителей в этом конкурсе, еще раз повторюсь, будет двое. Во-первых, вы должны быть подписчицей моего канала. Во-вторых, конечно же, вы должны быть подписчицей моей группы ВКонтакте. Ведь именно там будет проходить конкурс. Потому что так легче всего выкладывать фотографии. И, наконец, к основе конкурса. Что же будет являться конкурсной темой? Это будет масленица. А именно то, как вы накроете стол к масленицам. Пригласите своих родственников и так далее. Когда вы их пригласите, вы же накроете стол красиво. Вы растерите скатерть, положите салфетки, приборы, тарелки, напечете блинов, поставите разные салаты, закуски, нальете чай в чашки. И именно в этот момент, когда стол самый красивый и самый насыщенный, вы просто обязаны его сфотографировать. Да-да, потому что после этого вы должны будете сбросить фотографию своего пиршества в группу ВКонтакте. Альбом в этой группе будет называться именно так. Масленица 2013. Чтобы стать победительницей этого конкурса, вы просто обязаны достойно встретить масленицу. Ведь, поверьте, тот, кто встретит масленицу недостаточно весело, проведет весь год несчастным и замерзшим. А мы этого не хотим. Поэтому встречайте масленицу со всей силой и со всей радостью, приглашайте своих близких и родных на праздник, накрывайте на стол, напеките много-много бельнов, сфотографируйте ваш праздник и оставляйте свою фотографию в группе ВКонтакте в альбоме «Масленица 2013». Я отошлю подарок в любой уголок планеты, главное, чтобы туда доходила почта. А видео подошло к концу, надеюсь, оно вам понравилось. Если да, то ставьте пальчик вверх, забирайте это видео выспорное, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои последующие видео. А напоследок я хочу задать вам вопрос. Нравится ли вам Василий Потапыч? Это мое новое детище. И хотите ли, чтобы я показала вам, как я сделала Потапыча и научила вас делать таких же милых котят? А я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам удачи в конкурсе и отлично встретить масленицу по-настоящему, чтобы весь последующий год провести в полном здравии, довольствии, богатстве и тепле. До новых встреч! Пока!